Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. Давно у меня не было в Интернете. Было это связано с тем, что я начал работать и появились всякие дела. Также на прошлой неделе я переехал в новый дом. И, наверное, поговорим сегодня об этом. Итак, в Сиднее у вас есть несколько вариантов, что снимать. Это обычные квартиры. Дешево вы их не снимете. Фактически, в лучшем случае, если вы хотите хороший район, не какой-нибудь там Бэнкстаун или Парамату, то вам придется заплатить приблизительно 450 долларов в неделю за квартиру. Более-менее новую квартиру, может быть даже новую квартиру. В новом доме, к примеру, в Вэппинге, либо в Родосе. Ну, то есть в этих вот районах. В Холмбуше, может быть, тоже есть что-то новое. В Райде за такие деньги вы, наверное, ничего не найдете, так же, как и в Макквери. Ну, и в Марссверде. То есть я сейчас говорю чисто о севере, в основном в Сиднее, потому что для айтишников больше всего работы либо в CBD, либо около Макквери. Также есть некоторые айтишные работы на берегу, в Нозенбитчес. Ну, там их достаточно мало, так что не будем об этом говорить. Идеально, наверное, будет все-таки для всех айтишников что-то вроде Райда, либо Лейнкоу. Хотя приблизительно через, не помню, 8 месяцев или около того. Чистая информация к размышлению. Они хотят, государство хочет закрыть станции Макквери и Лейнкоу, и там что-то около 5 или 8 станций поездов. Так что будут пускать автобусы, и как все с этим трафиком будет, я, честно говоря, не знаю. То есть, скорее всего, будут задержки, проблемы, народ пересядет на машины, соответственно, будет много трафика, ну и, соответственно, много проблем. Так что лучше всего поселиться, наверное, будет в Вэппинге, потому что он имеет две ветки транспорта. Одно идет напрямую в CBD через Northright и так далее. Вторая идет, по-моему, в другую сторону, кажется, в сторону Родоса и так далее. То есть, в сторону Родоса, что хорошо, там можно поехать. В Flaming Market, если не ошибаюсь, там остановка прямо на самом маркете, то есть, можете остановиться и прямо закупиться. Либо просто через эту же ветку доехать до CBD. Вот. Итак, как я говорил, есть варианты с квартиры. Как правило, за 450 вы можете снять либо 1-комнатную, либо 2-комнатную. То есть, здесь не зависит комнатность, так сказать, от цены. Тут скорее зависит все от местоположения и, собственно говоря, ну, качества этой квартиры. То есть, за такие деньги вы снимете хлам. В большинстве случаев. То есть, вы можете даже найти, конечно, дешевле. То есть, будут у вас какие-то ковры. Вонючие до ужаса, я не знаю, чем они там обрабатывают, но это мрак полный. Квартира, скорее всего, будет на какой-нибудь оживленной улице с трафиком в 6 полос, там, или в 8 полос. Либо с заправкой и так далее. То есть, хорошего мало, скажем так. Второй вариант, это снять какой-нибудь грейни-флет, что я делал, собственно говоря, на протяжении прошлого раза и сейчас. Ну и, собственно говоря, у вас будет свой дворик, у вас будет в некоторых случаях кухня там. Ну, в принципе, в квартирах тоже есть в некоторых случаях холодильники, в некоторых нет. Иногда стиралки есть, иногда сушилки есть. То есть, чего-то вам придется докупать и привозить. То есть, имейте это в виду тоже. Потому что не все квартиры одинаковые, так же, как и грейни-флет. То есть, в грейни-флейте, что хорошо, у вас будет свой участок. Может быть, вам придется каждый месяц стричь газон. В моем случае, мне давал просто-напросто мой лендлорд машинку и все это делал там в течение часа. Ничего такого сложного нет. Что еще хорошо? Можно барбекю сделать. То есть, по поводу барбекю я, наверное, сделаю потом видео. Какие проблемы тут ожидают народ. Ну и обычно, все вот эти вот грейни-флейты, они более-менее новые. К сожалению, который я снял, он стоит дешевле и он постарше, чем тот, в котором я был. То есть, предыдущие сто пятьсот долларов за неделю с водой включено. Все остальное вы платите отдельно. То есть, плюс еще электричество. То есть, зимой было, по-моему, сто пятьдесят за квартал. А сейчас двести пятьдесят за квартал. Связано это, наверное, с кондиционером. Может быть, с потреблением душа и так далее. Ну и плюс интернет. Интернет я не советую вам подключать ADSL, потому что это просто ужасная скорость. Сейчас появились уже варианты интернета за девяносто долларов. Безлимитные. Двенадцать мегабит через роутер по воздуху. Также можно, по-моему, за семьдесят двести гигабайт купить. И скорости, в принципе, нормальные. То есть, этого хватает. Понятное дело, это не Fiber Optics, но Fiber Optics не везде есть. И Fiber Optics стоит, по-моему, около шестиести долларов, если не ошибаюсь. Вот. Также вам, в случае ADSL, вам, помимо того, что надо будет купить модем, вам надо будет подключить это все за свой счет. Вам надо будет платить также еще экстра за телефонную линию. То есть, лучше этого не делать просто-напросто. Итак, как я вам говорил, можно снять Green Flat. Ну, и есть еще один вариант. То есть, снять либо квартиру, либо Green Flat с кем-то. То есть, можно просто шарить апартмент. И, в принципе, можно хорошо сэкономить. То есть, просто делите там на какое-то количество людей вашу стоимость. И вы можете, в принципе, даже снять какой-нибудь апартмент с бассейном, джимом и так далее. То есть, много таких есть апартментов. Просто берете там, допустим, до 600 или до 700 долларов в неделю и делите на всех. То есть, это тоже хороший вариант. И будет у вас больше плюшек, чем в случае с квартирой обычной. То есть, есть сейчас очень много в районе Родоса и Эппинга новых изданий. Целые комплексы в районе Родоса. Там целая деревня даже, по-моему, есть с пропусками, там, охранником. Там есть бассейны, джимы есть, детские площадки. Короче, все это огорожено. Там скорость маленькая машина, то есть, в принципе, ездят медленно. То есть, сделано такое, я не знаю, как в Украине, по-моему, Ирпень. Есть там, если не ошибаюсь, такой городок. Такие коттеджные города. Вот. Можно там снять. Но обычно там за дешево снимаются только студии. Студии это фактически у вас кухня и зала, и спальня. Все в одной комнате будет. То есть, все это провоняет кухонными запахами. И не особо, наверное, хорошо будет для вас. Плюсы шаринга, естественно, что у вас будут какие-то друзья. Вы будете общаться. То есть, расширится кругоззор немного по Австралии. Потому что, если вы будете сидеть один, ну, фактически так вы будете либо работать, и дальше там выходить на океан, или еще куда-то. Вот. Ну, пожалуй, все по поводу выбора недвижимости. По районам я уже сказал, что лучше выбирать север. Не далеко. В принципе, Холмбуш более-менее нормальный район. Парамата, в принципе, нормальный, как Игорь говорил. Ну, там много магазинов, то есть, ну, это, в принципе, индусский район. Что еще, Лейн-Колл хороший. Мосман, но из Мосмана вам придется достаточно долго, наверное, добираться потом обратно. Потому что, вернее, на работу и с работы. Там нету поезда, там есть только автобусы и достаточно хороший трафик по утрам. Но Мосман, классное место, советую, там рядом с пляжем. То есть, он гораздо лучше, чем тоже разрекламированный Манли. Потому что в Мосмане есть такой заливчик, то есть, тихий. И вода там теплая, там можно купаться, в отличие от Манли. Манли вас там закрепет волной, и вода просто хладнючая до ужаса. То есть, там купаться, наверное, только в гидрокостюмах и с этим серфингистом будет нормально. Либо надо будет ждать, пока вода прогреется. Ну, то есть, вот такие вот варианты. Смотрите. Удачи, но выбирайте дома и квартиры рядом с паблик-транспортом. Потому что иногда, иначе вам не доехать просто-напросто. Машины здесь стоят в пробках очень часто. И обычно то, что показывает навигатор, можете смело умножать на два. Все, удачи! Пока!